Наши воины из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен российского нелюдя из 155-й бригады морской пехоты РФ. Это случилось на территории Курщины. Бывший так называемый Вагнеровец, который подписал контракт 155-й бригады РФ, был свидетелем казни украинских военных. В конце сентября в районе населенного пункта Глушкова он стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни отдал командир подразделения. Он раскрыл его имя и соучастников военного преступления. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Будапешт. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины. Его визит в Будапешт проходит по приглашению премьера Венгрии Орбана, поскольку его страна приседательствует в Совете ЕС. В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч. Добавим, что сегодня в Венгрии начнется двухдневный саммит европейского политического сообщества и саммит лидеров ЕС. Лидеры 40 стран будут обсуждать, как повлияет на Европу победа Трампа на выборах в США. Также сообщается, что Орбан предварительно планирует организовать Трампу обращение к участникам саммита по видеосвязи. Параллельно с этим стало известно, что Трамп и президент Южной Кореи обсудили участие Кандер в войне на стороне России. Интересное происходит и в Германии. Шольц уволил главу Минфина Кристиана Линднера, обвинив его в распаде правящей светофорной коалиции. Линднер это, кстати, тот, который сразу сначала после полномасштабного российского вторжения заявил послу Украины, что у нашей страны осталось всего несколько часов. Но вернемся к Шольцу. Он заявил, что к 15 января поставит вопрос о доверии парламенту и если парламент будет распущен, то досрочные выборы могут состояться до конца марта. Плановые же должны были пройти в сентябре. Как отмечает Бытили, досрочный выбор в Германии это было бы очень хорошо, ведь там сейчас отрывом впереди всех ХДС-ХСС и ее лидер Фридрих Мерц – 32%, а это ультиматумы Путину и Таурусы. Партия Шольца-СДП идет средненько, третье место – 16%, но партнеры по коалиции «Зеленые демократы» ФДП идут еще хуже. Вероятно, потенциальную коалицию с ХДС-ХСС Шольц может считать более приемлемой, чем нынешнюю с «Зелеными» и ФДП. Шольц уже заявил о намерении встретиться с Мерцем в ближайшее время. Google исправил ситуацию с картами, военные объекты из системы больше не отображаются, в дальнейшем проблем не будет. Об этом сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко. Ранее он же сообщал, что Google публикует на картах обновленные снимки, на которых фиксируют размещение наших военных систем. Ну а тем временем российские Яндекс.Карты начали размывать спутниковые снимки военных аэродромов. На это обратила внимание медиазона. Скрыто как минимум 10 военных объектов, например, аэропорт Каменск-Уральский в Свердловской области, аэродром Ртыщева в Самарской области, аэродром Энгельс в Саратовской области, авиабаза Дягилева в Рязани, аэродром Бориса Глебска в Воронежской области, а также аэродром Ханское в пригороде Майкопа. Последние три объекта ранее подвергались атакам украинских дронов. Кроме того, скрыты объекты в оккупированном Крыму. Ранее Z-блогеры отмечали, что Яндекс.Карты размывают детализацию военных баз, к примеру, в Израиле и Турции, но не делают это для объектов в РФ. Когда именно Яндекс.Карты начали скрывать военно-российские объекты, неизвестно. Как известно, во время аэрокосмической выставки Airshow China в китайском городе Джухай, россияне впервые показали для зарубежной публики свой Су-57. И эта демонстрация оказалась провальной, так как на этой выставке смогли увидеть низкое качество производства технологий, на которой базируется этот российский самолет. Своеобразным закреплением эффекта с провалом Су-57, где крепление держится на болтах, стала демонстрация китайской копии F-35, J-35A. Это была прямая пощечина для РФ. Логично, что после столь громкого провала россияне взялись хоть как-то спасать репутацию своего Су-57. Но другое дело, в какой форме они решили это сделать. Российские пропагандисты распространяют заявление генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова о том, что, мол, истребитель пятого поколения Су-57 единственный в мире показал свою эффективность в условиях противодействия комплексам Patriot. Как отмечают в Defense Express, мало того, что здесь сразу спорная формулировка об истребителе пятого поколения, да еще и по логике заявления выходит, что другие российские аналоговнетные самолеты типа Су-34 и Су-35С, значит, не сумели показать эффективность в условиях противодействия комплексам Patriot. Кроме того, довольно странной выглядит сама постановка вопроса о противодействии Patriot от Су-57. Из данных в открытом доступе известно, что россияне используют Су-57 для выполнения ударов по территории Украины без захода в зону действия нашей противовоздушной обороны. В свою очередь, если исходить из того, что Су-57 используется как носитель ракет Х-69 с дальностью пуска до 400 километров, а дальность стрельбы с РК Patriot по аэродинамическим целям составляет 160 километров, то здесь еще более становится непонятным вопрос, о котором так называемом противодействии Patriot от своего аналоговнета, говорят россияне. Международное разведывательное сообщество InformNapalm вместе с Киберспротов опубликовали очередное важное исследование, в котором раскрываются детали того, как Россия построила военный завод на западном оборудовании и как завод, привлеченный к производству самолетов Су-57, переоборудовали западной техникой во время войны. Также в исследовании раскрыты детали, что промышленное оборудование для российского оружия происходит из Тайваня, Германии и других стран. Российский оборонный завод «Микроприбор». Он расположен в поселке Конаково в Тверской области РФ. Завод участвует в производстве нового российского боевого самолета Су-57. Совсем недавно, в октябре этого года, британское издание «Зателеграф» писало о проблемах с этим проектом из-за нехватки деталей к устройству МППУ-50, который производится именно на микроприборе. Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является ключевым элементом российской пропаганды в стиле аналогов нет. Набора тезиса о технологическом превосходстве российского ВПК над соперниками. Однако доказательства аналитиков, о которых пишет «Зателеграф» говорят о том, что производство бортового оборудования для Су-57 невозможно без западных компонентов, поставки которых в Россию продолжаются в обход санкций. Волонтеры InformNapalm уже продемонстрировали, как российская компания Planar через свой филиал в США поставляет необходимые электронные компоненты, в том числе и для микроприбора. Оба материала вышли благодаря данным, предоставленным активистами группы Киберспротов. Но операция по слежке за микроприбором отличается от многих предыдущих. Она длилась два года и стала возможной благодаря сотрудничеству с частной аналитикой разведывательной компании «Даллас». В частности, во внутреннюю сеть завода удалось загрузить шпионское программное обеспечение. Благодаря этому были получены ТТХ вооружений, к производству которых причастен микроприбор. Данные были отправлены партнерам Украины за границей. Сотрудники «Даллас» взяли на себя сбор первичной информации о цели, а также помогли их активистам успешно получить доступ к информации. До сих пор обнародована лишь небольшая часть из массива информации, полученного в ходе слежения за микроприбором. Теперь есть возможность рассказать немного больше. Собранные данные позволяют исследовать ситуацию в российском ВПК в более широкой перспективе, чем только поставки западной электроники. Российская промышленность формально уже давно стремится к заявленной цели импортозамещения оборудования и компонентов. Кремль очертил такой курс задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Существует достаточно аргументов в пользу того, что в целом России не удалось реализовать эту задачу. В частности, подтверждением являются масштабы теневого импорта. Один из документов АО «Микроприбор» рассказывает информацию о системе средств производства на заводе. Речь идет об аналитической записке о состоянии предприятия на начало 2022 года. Из нее понятно, что значительная часть мощности российского завода обеспечивается иностранным оборудованием. Хотя почти половина отечественного оборудования довольно неплохой результат, но современный фрезерный станок и советский – достаточно разные приборы по своей ценности в производстве. Поэтому следует обращать внимание на возраст того или иного оборудования. Приведенный отрывок относится к секции механической обработки. Из него следует, что новейшее оборудование в возрасте до 5 лет почти полностью иностранное, а доля дружественного к России и Китая невысока. С оборудованием, возраст которого от 5 до 10 лет, ситуация несколько лучше. Но не менее половины такого, опять же, иностранного производства Германии и Тайваня. Важная деталь состоит в том, что 12 лет назад доля нового российского оборудования на заводе была выше, чем 7 лет назад. Хотя ввиду политики РФ должно было произойти наоборот. В монтажном цехе больше российских приборов, чем в механообработке. А вот в отделе контроля и измерения основная часть оборудования уже иностранная. Китай, как и в предыдущих случаях, далеко не единственный поставщик импортного оборудования. Из документа следует, что западные производители внесли решающий вклад в налаживание производства на заводе микроприбор. Что важно, речь именно о военном заводе, работающем над так называемыми приоритетными образцами вооружений. Это напрямую отмечают сами авторы аналитической записки. В частности, 45 из 100 образцов новой техники в возрасте до 10 лет для производства российского оружия, например, Су-57, составляло импортированное оборудование. Процентный показатель импортируемого оборудования был еще выше для новейшей техники в возрасте до 5 лет. 18 образцов из 29 или же 62%. Напомним, что на момент написания аналитической записки 2022 год, агрессия России против Украины продолжалась уже 8 лет. Раскрутка российской антизападной пропаганды и того дольше. Микроприбор сегодня это тайваньские станки MCV-300, японско-немецкие CTX-310, немецкий ALS-Metal, ALS-Tronic-9, чешский Ergonomic, итальянский ATS-DSI-192 и т.д. Одна эта записка предоставляет еще много данных о состоянии производства на микроприборе, к примеру, статистическую информацию о работниках. Некоторые изменения действительно произошли после полномасштабного вторжения, но детали показывают, что они очень далеки от того, чего хотелось бы сторонникам технологической изоляции России. Завод и дальше успешно перевооружаются новейшим импортным оборудованием. В приведенной аналитической записке отмечено, что по состоянию на начало 2022 года отдел контроля и измерений микроприбора располагал четырьмя анализаторами спектра производства Германии, но не названной компанией. Анализаторы спектра применяют, например, в производстве радиоаппаратуры. При этом микроприбор разрабатывают не только узлы Су-57, но и российскую армейскую радиостанцию Арахис-2. Документы говорят, что микроприбор продолжил закупать немецкие анализаторы спектра в 2023 году. Становится известным и производитель. ООО «Амтест» поставило таких и подобных изделий на сумму почти 30 миллионов рублей в январе прошлого года. «Амтест» ничего не скрывает и предлагает поставки измерительного оборудования от мировых производителей во все регионы России на главной странице своего сайта. Информации о введении санкций в отношении «Амтеста» пока нет. Закупка больших станков также продолжается после начала полномасштабной войны. 27 июля 2022 года заключает договор с ООО «Камигрупп» на поставку токарного станка КЛИ-360 с ЧПУ производства «Сименс». Что важно, в сделке есть полная спецификация товара. Из спецификации видно, что в формально китайском станке, которым является КЛИ-360, используют большую часть узлов производства Тайваня, в частности компаний «АвтоСтронг» и «Хивин» программное управление немецкой компании «Сименс». Из положительного следует указать, что на ООО «Камигрупп» наложены санкции со стороны США, ЕС и Швейцарии. Из негативного значительную беспокойность вызывает уровень промышленного сотрудничества и взаимопроникновение технологий Китая и Тайваня, которые являются противниками на политическом уровне. На примере микроприбора до мелочей видно, как Китай заменяет западное оборудование в России, но заменяет именно в кавычках. В феврале 2023 года микроприбор закупает оборудование у DM Technologies. Этот контракт знаковый сразу по ряду показателей. Компания DM Technologies достаточно известна в России. Для российской пропаганды это очередной символ успешного так называемого импортозамещения. В конце прошлого года российские медиа победоносно сообщали о запуске производства российских станков в Ульяновске под маркой «Кобальт». Однако это не новое производство. Даже из заметки издания «Коммерсант» можно понять, что речь идет о переименовании ООО «ДМГ Мори Рус» российского представительства японско-немецкой станкостроительной корпорации, которая уже имела мощности в Ульяновске. Если перейти на сайт DM Technologies, там действительно предлагают станки под собственной маркой. В частности, фрезерный станок FM-9000V. Именно такой приобрел микроприбор у DM Technologies в феврале прошлого года. В контракте находится неожиданность. Почему-то российский завод покупает у российской компании российский станок, а рассчитывается между собой в китайских юанях. Это не опечатка. Почему так? Расследователи из проекта The Insider объяснили это, опираясь на российские таможенные документы. Если коротко, то все станки завезены из Китая, а в России только вешают табличку с маркой DMT. Однако контракт микроприбора позволяет заглянуть под капот станка FM-9000V. А там открываются куда более глубокие проблемы. Выделенные желтым – это системы совсем не китайского происхождения. Программный комплекс управления традиционно немецкий Siemens. Далее измерительный щуп для минимизации человеческого фактора при производстве тоже немецкой компании Bloom Nova Test. Заметим, что скриншот сделан на сайте Bloom Nova Test, на котором до сих пор есть работающая русскоязычная версия. На карте представительств остается отметка в Москве. Штаб, квартира и фабрики компании расположены в Германии. Поворотный стол TJR FAR 125B произведен на Тайване, а сама компания является одной из ведущих в своей отрасли. Еще один пример кооперации между Китаем и Тайванем в якобы невоенной отрасли, которая, и это видно на примере микроприбора, напрямую связана с ВПК. В InformNapalm отмечают, что против DM Technologies ввели санкции США в декабре 2023 года. Однако нет никаких сведений, вводились ли какие-либо ограничения и было ли давление на контрагентов компаний в Китае. А самое главное, компаниями из других юрисдикций, таких как Тайвань или Германия, до сих пор не предъявляются четкие дополнительные требования запрашивать информацию о конечном потребителе их продуктов. Компании не несут никакой ответственности за поставку своих товаров в Россию, поэтому цена их продукции для российских покупателей остается доступной. Сказано в материале. Субтитры сделал DimaTorzok